привет привет друзья добрый вечер может быть кого-то сейчас утро для тех из вас у кого утро тем доброе утро с вами на связи Денис Борисов у меня нифига нет никакой темы на сегодня ну кроме котлет кроме котлет мы сегодня с Анютой наготовили таких классных котлет паровых вот просто вы себе не представляете вообще последнюю неделю наконец-то в таком офигенном режиме питаемся правильно углеводов нет очень много мяса постного очень много фруктов овощей в общем я чрезвычайно доволен спасибо кто лайкает вот и спасибо кто делится а жена делится конечно Кирилл спасибо Тони спасибо спасибо ребят все кто делитесь трансляцией да 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 спасибо я решил вот выйти с вами на связь сейчас у нас 10 часов и минут 20-30 по отвечать на ваши вопросы спасибо Руслан спасибо Страйкес Виллер Руслан 050692 Аня ты уже второй раз делишься мама я в телевизоре да спасибо спасибо всем так что видите наконец-то я завел аккаунт и теперь я смогу регулярно выходить отвечать на ваши вопросы паровые котлеты действительно супер чем мне нравятся паровые котлеты это тем что их приятнее есть чем вот обычное мясо если вы постоянно едите грудку наверное замечали что она все-таки такая жестковатая и часто особенно если она полежит какое-то время в холодильнике когда она не свежая но не только вот из пароварки то есть и не особо приятно а котлеты они состоят из фарша то есть уже частичное переваривание как бы сделано поэтому такие блюда как котлеты усваиваются очень хорошо ну не знаю что там на пару хуже или лучше мне очень очень нравится так что вот анюта вам может рассказать адские секреты она сегодня там я собственно я работа была очень простая взять мясорубку порезать мясо положить туда и нажать кнопку вот а все остальное кашеварила она в данный момент я нахожусь в москве да у меня есть квартира сильвер бризе денты лучшие спасибо чтобы отрастить волосы как у меня вы знаете волосы отращивать свое время меня заставили то есть я не очень хотел мне это не очень нравилось я выступал в работу в коллективе в котором это было необходимым условием для работы вот и меня заставили отрастить волосы там и краситься и все такое прочее но через какое-то время я полюбил все это дело чтобы отрастить действительно длинные волосы мне потребовалось это полтора-два года чем сегодня занимался сегодня в основном я занимался работой дело в том что в данный момент вот собственно говоря весь прошедший месяц я очень плотно занимаюсь переформатированием основного сайта fit4life.ru я хочу дать возможность всем любителям моего творчества общаться между собой то есть я переформатировал fit4life из персонального блога в конференцию конференцию с блогами где люди могут общаться между собой делиться информацией ну в общем это будет организовано это будет что-то среднее между форумом и социальной сети то есть там можно будет общаться обсуждать различные темы выкладывать новые материалы каждый день на сайте я планирую будет где-то от 3 до 10 новых статей на главной странице плюс огромное количество обсуждений на второстепенных страницах но мне хочется создать такой очень интересный ресурс в котором будет будут обсуждаться различные темы в данный момент я подготовил три основных раздела это раздел тела это раздел разум и раздел эмоции вот попозже буду вам все больше выдавать информации на этот счет смысл в том что в данный момент я собираю все интересные топики статьи со всех своих интернет ресурсов у меня есть два форма один платный один бесплатный у меня есть сайт fit4life на котором находятся мои персональные статьи и все это я собираю вот на это вот единая конференция на которой можно будет обсуждать что-либо как угодно без всяких ограничений можно будет вести свои персональные блоги если кто-то захочет но дело это все такое непростое на это уходит много времени подсушился ну на самом деле где-то с лета дело в том что середины лета во первых я ничего не химичу вообще ничего не использую даже витаминов но причина даже не в этом что я как вы говорите просушился а в том что был очень длительный период когда я даже фактически не занимался у меня тренировки шли там раз в неделю максимум там раз в две недели и вот только последнюю неделю я начинаю регулярно ходить тренажерный зал находим тренажерный зал санюта где-то каждый день ну или там как минимум раз в два дня то есть я хожу регулярно в тренажерный зал начинаю регулярно питаться я заснял свою форму которая вот у меня было до и я хочу посмотреть во что ее можно превратить после без фармакологии без каких-то адских спортивных добавок но только за счет так сказать знаний за счет режима за счет питания спасибо к юге ю к юге внучок сразу к юге я кстати в москве жил и работал гораздо раньше чем юра в общем-то я с 2004 года по 2008 уже когда-то жил в москве вот поэтому я не могу сказать что я буду постоянно в москве просто у меня есть возможность слава богу путешествовать то есть для меня нет никакой проблемы жить в киеве в минске или в москве ячей периодически меняю местами вот таким образом свою дислокацию ну просто потому что это интересно потому что я люблю новые места новое знакомство новые или новых людей после трения скорее всего тошнит потому что нагрузка была слишком высоко интенсивная особенно часто это бывает у тех девушек и мальчиков которые увлекаются кроссфитом до придут так сейчас новая тема такая есть кроссфит модная но к сожалению очень сильно идет закисление очень сильные стрессы на восстановительные возможности организма ну вас объяснение однозначно одно та нагрузка которая была на тренировке она была не адаптивна вашей тренированности то есть слишком большой снижайте нагрузку уточнить не будет лузеров а что значит стоит жить лузером или нет лузеров жизнь накажет да то есть если человек неудачник и он ничего по жизни себя не представляет ну он просто таким и умрет ничего после себя не оставит вот его никто не будет знать его никто не будет уважать и как правило таких даже потомство не остается они сами себя наказывают раскрутить группу в контакте я советую как думал уже где-то в течение месяца однозначно может даже через пару недель я все-таки запущу новый формат fit for life.ru конференции там будет раздел баблоруб интернетный тот раздел который сейчас находится в платном форуме и в этом разделе люди будут бесплатно обсуждать различные темы но в том числе по раскрутке каналов групп вконтакте сайтов и так далее тема это очень обширная сейчас не хочу занимать много времени можно ли методы продавать но у меня есть вообще партнерская программа которая действует на сайте и те ребята которые продают мои материалы я в конце месяца регулярно высылаю определенную комиссию то есть вообще можно получается лабутены да кто же не слушал лабутены конечно куда не пойдешь везде на лабутенах да блин дэн я ща него 4000 отдал не надо дэнчик человек в армию ходит посоветую что-нибудь пусть ну пусть погуляет хорошо перед тем как пойдет в армию пока он там будет запахом духом черпаком скорее всего погулять особенно не получится благодаря тебе похудел на 10 килограмм но это достойно всяческих похвал потому что я даю информацию но я не могу гарантировать результат потому что результат складывается из двух составляющих это знание информация и желание усилия конкретного человека я могу дать одну только часть да я могу дать информацию в какой-то степени я даю людям мотивацию но я не могу залезть человеку в голову чтобы его изменить это должен решить и захотеть сам человек поэтому если у тебя получилось достигнуть такого результата ты молодец потому что меньше половины людей которые получают информацию получают мотивацию на или вот от меня достигают успеха то есть это вопрос такой индивидуальный и химбин как жиросжигатель натуралу да это может сработать и химбин но не следует переоценивать есть такие штуки рецепторы альфа и бета в нашей жировой ткани одни из этих рецепторов тормозят жиросжигание другие ускоряют вот и в этом плане такие два препарата как и химбин и клиент бутерол очень хороши на химбин просто он будет способствовать так сказать жиросжиганию при соблюдении определенного дефицита когда будет необходимая диета и трата калорий версус хованского лари на нет не смотрел я вообще не смотрю не хованского не лари на я знаю что есть такие ютюберы и очень часто они выкладывают очень много скажем такого контента трошникового да я его не смотрю потому что он для меня не приносит пользы и интереса к сожалению до баблоруб форум будет да он будет бесплатный поэтому я думаю ну может быть он будет как называться иначе но смысл от этого не меняется там огромное количество информации уже накопилось у нас есть ребята крайне успешные которые там за год достигли удивительных результатов да например стай стасовый как просто который уже сейчас опраздновал праздновал 100 тысяч подписчиков уверенно продвигается развивается фактически с нуля это все происходит у нас прям на глазах и но есть другие ребята успешные то есть я думаю тем людям которые заинтересованы в интернет маркетинге в продвижении каких-то товаров услуг через интернет заработки через интернет а вообще этот форум он касается как заработка онлайн так и оффлайн для всех этих людей эта информация будет крайне интересно 3 й тиранин до 3 й тиранин на сушке один из самых эффективных препаратов но если уж использовать это гормон щитовидной железы есть т3 есть и 4 т3 более агрессивный т4 более мягкие вот ускоряет очень сильно обмен веществ на мой взгляд самая лучшая связка для жиросжигания всех существующих более-менее безопасно это щитовидка т3 плюс клиент бутирол вот это вот связка работает очень хорошо кофеин клиент плюс и химбин кофеин клиент плюс йохимбин вообще-то ну кофеин наверно выкинь из этой схемы а по идее химбин плюс клиент должны сработать неплохо потому что они валят именно на альфа и бета рецепторы на жиросжигание должно сработать просто кофеин сюда еще добавлять на мой взгляд рискованно я сам такие схемы не использовал если бы у меня был клиент да допустим мне нужно было в этом срочно просохнуть для для какого-то мероприятия то я скорее всего добавил бы щитовидку но щитовидка ребят это крайне опасная штука если регулярно использовать гормоны щитовидной железы то можно поломать себе гормональную систему и придется сидеть на этих гормонов всю жизнь в этом принципиальное отличие гормонов щитовидной железы от тестостерона от половых гормонов потому что как сколько бы мы не сидели на тестостероне необратимой отмены нет через время какой-то больше больше или меньше даже если человека была полная отмена все нормализуется щитовидными гормонами не так можно щитовидку поломать и тогда придется всю жизнь быть найти гормонах поэтому я обычно никому не советую использовать гормоны щитовидной железы на мой взгляд лучшим способом для похудения является диетом как я занимался борьбой знаешь мне как-то по-моему это был десятый год или одиннадцатый мне стало скучно вот захотелось какого-то разнообразия захотелось познакомиться с новыми людьми я пошел на секцию по самбо в киеве там было много классных ребят много известных ребят в общем-то каждый второй был там мастер спорта много было выступающих там егор ламака кто знаком в украине со смешанными единоборствами самбо знает другие товарищи вот мы занимались там но мне сам бы не особо нравилось потому что в самбо очень много стойки очень много бросков и куртки более того сам бы очень много ограничений по болючкам ну например например там нету в самбо нету допустим кимуры да то есть обратного зла рукой то есть если вы в самбо начнем в спортивном сам вы будете это делать вам скажет а мусорской прием типа так и непорядочные так далее ну то есть мне сам бы не нравилось потому что меня постоянно все было отбито вот это кидают себя там по 200 по 300 раз потом ты кого-то кидаешь по 200 по 300 раз потом у тебя все болит мне это не нравилось мне хотелось борьбы мне хотелось чуть-чуть такого активного чтобы меня постоянно не кидали вот и пост поэтому я открыл для себя грэплинг под вид бразильского джиу-джитсу без кимоно это то что в общем то вы все видите смешанных единоборствах когда идет борьба в партере вот ну пошел нашел секцию тогда секции было очень мало познакомился тому с очень многими ребятами мы ездили на соревнованиях выступали на соревнованиях достаточно успешно в общем было интересно именно поэтому я всем кому становится скучно по жизни я советую идите в различные секции пробуйте себя в различных секциях знакомьтесь людьми возможно вы поймаете что-то интересное а по поводу мух это это значит такое образное выражение котлеты отдельно мухи отдельно да то есть полезная информация отдельной бесполезной информации вопрос о котлетах вот поровые котлеты это нюанс диеты это то что действительно важно для того чтобы похудеть получить желая моole телосложение а мухи it какой-нибудь вот бесполезная фигня там какие-нибудь арские комплексы упражнений там какие-нибудь специальные витамины может быть какие-нибудь пояса для похудения. Вот это все вещи второстепенные. Если мы хотим достигнуть результатов в любой сфере, то нам нужно выбирать такую... То есть 80% наших действий, как правило, приводит к 20% эффективности. И с другой стороны, есть 20% наших действий, которые приводят к 80% результатам. Вот это и есть котлеты. А вот те низкоэффективные 80% наших действий, это и есть мухи. Вот поэтому научитесь это дело отделять одно от другого, для того, чтобы получать нужный результат. На ФИБО... На ФИБО вообще можно, учитывая, что у меня виза-то есть. Я с шенгенчиком, я могу на самом деле ездить по Европе. Единственное, что у нас тут с товарищами планируется в следующем месяце, попытка получить визы американские. В общем-то, я уже собрал все документы, и мы собираемся в Литву ехать подаваться на визы. Не знаю, дадут, не дадут. Хотим с друзьями съездить, где-то две недели прокатиться по восточному побережью, с севера на юг до Флориды. Бабло... Знаешь, если есть возможность, то лучше держать, я считаю, в золоте, а сейчас уже можно потихоньку покупать китайскую валюту. Но золото в России, конечно, проблематично купить. Хорошо бы, если есть нормальная сумма денег, то покупать уже недвижку начинать можно. Хотя, я думаю, это еще не дно, но уже цены гораздо приятнее, чем были 2-3 года назад. Ну, в данный момент, вот прямо сейчас я в Москве нахожусь. Да, начал уже активно тренироваться, уже почти неделю активно тренируюсь. Как Библию, я думаю, не стоит ПШ использовать. Неважно, каким бизнесом ты будешь заниматься, важно заниматься хоть каким-то, да. То есть суть... Тут такое дело, что неважно, чем важно, что в принципе ты чем-то занимался. По гривне, я думаю, будет медленно и дальше девальвировать постепенно, по-видимому. Почему про китайскую валюту так об этом... Блин. I'm glad to see you. The same to me. Элиота. Ты знаешь, ну, я знаю, кто это такой, но я, честно говоря, не смотрел ни одной передачи целиком. Почему-то. Стоит ли сейчас закупать доллары? Сейчас стоит закупать китайскую валюту? Если бы никогда не курсил, такую, как вот сейчас, да, имел бы. Но я сейчас же дрыщ абсолютно, да. То есть я очень долго не занимался как стриптизером работы. Да, да. Китайскую? Потому что китайская иена, она совсем недавно стала резервной валютой. То есть сейчас китайскую иену все остальные страны по всему миру, они начнут использовать как резервную валюту для того, чтобы можно было печатать свои национальные деньги. Например, в России сейчас в основном лежат доллары США как основа для печатывания своих денег. Мы не можем печатать свои деньги просто так. Наша валюта вторична. Для того, чтобы напечатать вторичную валюту, в ЗВР нужно положить первичную. Доллар или вот сейчас китайскую иену. Так в чем суть? Сейчас Китай стал тоже резервной валютой. Соответственно, спрос на их валюту во всем мире вырастает. Соответственно, вырастает спрос, начинает дорожать валюта. То есть, по идее, если сейчас вложиться в них, то через какое-то время заработаешь. Будет очень большая разница. Более того, есть такие варианты, что китайская валюта хлопнет американскую валюту. Ну, потому что резервный есть доллар, резервный есть иена. Что нам лучше брать? Тот, ту валюту, которая сейчас переоценена, и у которой очень много долгов, либо ту валюту, у которой огромный реальный сектор, серьезная экономика, и которая недооценена. Понимаешь? И если это произойдет, то доллар вообще может вылететь с арены, его место займет китайская иена, и тогда стоимость ее вообще улетит очень капитально вверх. Вот в чем смысл. Ладно, ребят, давайте про девушек уже не будем. Завтра я постараюсь, наверное, вечерком часиков в 9-10 выйти на связь. Готовьте свои вопросы. Завтра увидимся. Всем спокойной ночи.